Это обычная мукомольная мельница. А вот эта мельница необычная для тех, кто видит такие мельницы. Это витряная весовища. И вот именно на этой весовищи мы пишем, что мы строим материалы. Если кто-то в плане, мы стоим в рознике. Вот здесь у пола у нас с окна. Вот здесь у нас было стройматериалы. Да, какое столько строилось. Студент нашел деревянный, поэтому эти стройматериалы использовались для его свойствия, но и на продажу. А дальше мы с вами можем полюбоваться и самой усадьбой Меньшикова. Смотрите, какая красивая усадьба, огромная. Она занимала 12 гектаров. Так как остров был заболоченный, начали рыть каналы для сушения. И вот один канал, мы с вами видим, проходит на Ксиму, у Васильевского острова. Он разделяет гостиный город, усадьбы. А второй канал проходит прямо по усадьбе. И Меньшиков строит прямо поверх этого канала вот такой вот дворец. Мазанковый первый свой дворец, который Федор I назвал Басовские хоромы. Именно в этом дворце он проводит ассамблеи, а также все свои педы. Потому что его собственный дворец был гораздо меньше и скромнее. Ну и также мы видим здесь с вами регулярные сады и парки. Очень красиво. Здесь у нас весна. Видите, деревья покрыты белым цветом. У нас здесь цветут тюльпаны, вот как много их. У нас славают лебеди в прудах. Смотрите, вот один лебедь вышел, вот я свечу на него, да? И вокруг собрались люди на него посмотреть. А вот еще один маленький лебедь тоже здесь вышел на поверхность. Вот это длинное здание коричневое. Знаменитое Меньшиковское оранжерея. Он поставил в это оранжереи голландские печи. Пожалуйста, не надо опускать руки туда. Он поставил голландские печи в эту оранжерею. И благодаря им в нашем северном холодном климате он круглый год выращивал тропические фрукты и овощи. Он очень прославился своими маслиной. Субтитры создавал DimaTorzok